Многие коррекционеры аудиотехники предпочитают использовать в своих магнитофонах кассеты вот такими бобышками, бобинками. Такие кассеты можно сегодня купить, но стоят они достаточно немалых денег. Я предлагаю вам сегодня обзор того, как можно сделать такую кассету самостоятельно из обычной прозрачной кассеты. Прежде всего нам понадобится пленка для печати на принтере, вот, например, выпускается пленка Ламонт. Это пленка, которая имеет одну поверхность для печати, например, на струльном принтере, продается там же, где продается бумага для печати. Вот такая просто прозрачная пленочка. Достаточно она такая плотненькая. На этой пленке мы будем печатать наши макеты. И нам потребуется еще краска белого цвета. Я пробовал такую. Я, в принципе, использовал разные цветы и разные краски. Это может быть не только белый цвет, это может быть серебряный, золотой. В общем, какой вам нужен. Далее нам понадобится любая графическая программа, работающая с векторной графикой. Например, я использовал Coral. В которой мы подготавливаем макет наших будущих бобинок. Там мы можем нарисовать логотип, обозначить сторону 1, 2, А, Б, ну и любые другие классические атрибуты, синей символику подобных кассет. Следующим шагом нам потребуется все это дело распечатать на пленке Ламонт. Причем печатаем мы в зеркальном отображении. В случае, если вы будете вырезать ваши бобинки ноженцами, то вы должны напечатать на пленке примерно вот такой макет. Так как я печатал изображение для последующей резки на плоттере, я не распечатал самыми контурами бобинок. Если вы будете вырезать этот макет ножницами потом, то вам потребуется напечатать все полностью, включая линии разреза. То есть, чтобы было видно саму эту бобинку. У меня, как видите, только надписи. Итак, мы распечатали наши макеты на прозрачной пленке в зеркальном отображении. Далее мы берем краску нужного цвета. Белую, серебряную, золотую, голубую, розовую, любую другую, какая вам больше нравится, какой цвет ваших бобинок вы хотите видеть. Я использую автомобильную эмаль акриловую. Вполне подходит. И закрашиваем краской нашу пленку. Аккуратно, в несколько слоев можно нанести, не торопясь. Наносим краску на тот слой, на который мы печатали на принтере. Вот в данном случае пленка, рабочая поверхность у нее шершавая. Обратная, гладкая. Вот на шершавую поверхность мы наносим краску. Собственно, главное выбрать цвет, чтобы он был такой, каким мы хотим видеть наши кассеты. Это может быть золотой, серебряный, голубой. Далее мы получим вот такие вот наши кругленькие штучки. Они, соответственно, будут того цвета, какую краску мы с вами выберем. Ну что же, вот я покрасил свои макеты, свою пленку. Если вы будете вырезать свои макеты ножницами, то у вас должен получиться примерно вот такой листочек с пленкой. С одной стороны он будет белый, с другой стороны рисунок самих уже катушек, которые вы будете вырезать. В моем случае я буду резать плоттером, поэтому мне сам рисунок катушек не нужен. У меня получаются только вот такие вот логотипчики. А катушки сами будут вырезаться плоттером, ориентируясь по специальным меткам для арктического датчика. Мы берем маникюрные ножницы и будем вырезать наш макет. Тут очень важно заметить, что маникюрные ножницы бывают разного качества. Бывают плохие ножницы, бывают хорошие. Я на своей практике понял, что есть принципиальное отличие. То есть хорошими ножницами резать значительно лучше. Острыми, маленькими. И маленькими вот этими ножницами мы начинаем плавно все это дело вырезать до вот такого вот состояния. До состояния наших уже бобинок. По первости я, в общем, так ножницами все и резал. Но идеальным, конечно, решением данной задачи является плоттер. Бывают плоттеры промышленные, большие, дорогие. Бывают плоттеры домашние, маленькие и недорогие. Вот я использую такой плоттер Камео. На нем получается очень быстро и точно, без косяков, вырезать эти самые бабушки. Так что лучше, конечно, использовать плоттер. Но если плоттера нету, то можно и ножницами резать. Плоттер определяет метки оптическим датчиком, чтобы точно позиционировать место резки наших катушек. И далее начинается сама резка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резка может происходить и в более слежном режиме. Но чем медленнее, тем лучше, тем аккуратнее режет плоттер. Ну вот он закончил вырезку всего макета. Может быть сейчас немножко не очень хорошо видно, но вот так выглядит наш лист после работы плоттера. Осталось только вытащить наши кружочки из подложки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нам понадобится плоттер. Прозрачные кассеты, например, вы можете воспользоваться кассетами Watson. В нашем случае их преимущество в том, что они полностью прозрачные. И не имеют вот этих ролики внутренние, у них ни яркие, ни красные, ни синие. В данном случае они просто какие-то такие серенькие. Либо еще я вот использую кассеты ДДК. Промышленный выпуск для промышленных нужд. Вот такие вот они. Тоже полностью прозрачные. Мы вытаскиваем прозрачную прокладку с двух сторон. Нам понадобится вот такой суперклей. Ну такой или какой-то оригинал, секундный клей так называемый. И с помощью него будем приклеивать наши катушки на вот эти ролики, чтобы получить примерно вот такой результат. То есть пленка. Мы капаем клеем в трех местах. Чуть-чуть, буквально, а самое малость нужно. Раз, два, три. И приклеиваем, чтобы было ровно. Потому что если вы сдвинете, приклеите неровно, то при вращении катушек будет заметно, что катушка бьет. И все. Мы получаем вот такую кассету, которая полностью работоспособна. При ее проигрывании кассеты катушки эти крутятся. Если вам видно. Почти ничем практически не отличается от фирменной кассеты. С любым нашим логотипом, с любой нашей надписью. Берем кассету. И раскручиваем ее. Далее вытаскиваем пленочки. Они нам больше не понадобятся. Смысл в том, что мы наклеиваем сейчас бобинку нашу на ту сторону, где нет пленки. Так будет и удобнее. И пленку мне запачканную клеим. Берем суперклей. Вот так она у нас будет наклеиваться. Так, чтобы было ровно. Очень мало должно быть клея. Может быть больше точечек поставить. Ну, прям совсем крохотулечка. Вот приклеили. Теперь мы можем перевернуть нашу бобинку. И их клеить с другой стороны. Обратите внимание, что здесь сторона 1. Соответственно, с другой стороны должна быть сторона 2. То есть уже как бы чуть посложнее задача. И ориентация прорези здесь запала. И ориентация надписей. Так, nation. Вот так. И ровно было наклеено. То есть все вместе. Тогда будет настоящая фирма. Вот так должно быть. Намазываем клеем. Если положим очень много клея, то он может растворить краску и проступать сквозь нее и будет видно клей. Поэтому клей должно быть очень мало. Ну вот у нас получилась такая бобинка. Теперь возвращаем ее в кассету и дальше наша задача перемотать кассету на другую сторону и так же приклеить. Вот мы собрали кассету для того, чтобы перемотать пленку с одной стороны на другую. И закрутил я кассету одним винтиком. Остальные пока винтики не нужны. Они отдыхают одного винтика достаточно. Вот мы перемотали кассету. Теперь мы снова ее открываем и подклеиваем еще один вернее еще два ролика. Опять же не забываем чтобы сторона 1 соответствовала одной стороне а цифра 2 соответствовала другой стороне. Ну вот наши бобинки приклеены. Теперь мы кассету закрываем. Завитчиваем все винтики. Все винтики закрутим и как видите у нас будет излишек пленки. Для того чтобы от него избавиться мы пленку выпускаем отрезаем и отматываем лишнее. Обычно отматывается пленка до того чтобы она исчезла при взгляде вверх исчезла под катушкой. Как только она пропадет можно обрезать и склеиваем. Склеивать мы будем вот таким тоненьким скотчем. Еще с советских времен была такая легенда что склеивать можно ацетоном лаком для ногтей женским но на самом деле все это ерунда это не держится. Лучшим средством является обычный такой скотч тоненький. Держится очень хорошо но склеивать просто не так удобно как например лаком но лак на самом деле со временем все равно отваливается. Ну что же вот и готовы наши кассеты мы отмотали пленку склеили ее получается великолепно отличие вот этих двух кассет заключается в том что вот эту кассету я вырезал в обе ножницами прежде всего как я говорил нужны хорошие ножницы я сначала использовал китайские не очень получалось здорово потом я взял очень хорошие немецкие маникюрные ножницы они острые такие точные и стало получаться значительно лучше но если мы возьмем эту кассету в руки и внимательно близко посмотрим то мы увидим что иногда проглядываются кусочки черных полосочек которые не отрезались вот потому что я ведь резал ножницами по полосочкам по рисунку самой бабинки и на краях иногда эти черные полосочки проглядываются как бы идеально надо резать так чтобы их не оставалось ну и сам рез он не очень точный да бывает вроде все ровненько но все равно где-то какие-то маленькие косички есть а вот эта кассета была вырезана на плоттере и что примечательно что даже когда мы берем эту кассету в руки и очень внимательно очень близко рассматриваем ее то мы не можем понять сделана она на заводе была или это ручная работа то есть настолько все точно без каких-либо косяков без каких-то ошибок абсолютное ощущение что кассета была выпущена на заводе на фабрике и такое было изначально вот собственно и все либо ножницами хорошими либо плоттером мы получаем вот такие кассеты замечательные м м м м Субтитры создавал DimaTorzok